Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне в гости на канал Парфюмерная история. Спасибо, что заглянули. Сегодня я хочу рассказать вам об ароматах, бюджетных ароматов, которые есть в моем парфюмерном гардеробе. Прежде чем я начну рассказывать и показывать, я хочу предупредить, что я подготовила для вас пять пар ароматов. И каждый аромат я буду описывать пятью словами. Итак, пять пар ароматов и пять, как бы это сказать, пять характеристик аромата. Вот так. Итак, поехали. Первая пара – это колонии от парфюмерного бренда 4711. Ох! Лёгкий, летний, весенний, позитивный, цитрусовый. Это был 4711, Новоколонь. А теперь его пара. Посмотрите, какой красивый флакончик. Называется аромат, сейчас подсмотрю, личий и белая мята. Сладкий, сочный, лёгкий, позитивный, дешёвый. Ну, так получается, что сегодня у меня будут только позитивные в основном пять слов. Следующий парфюмерный бренд – это бренд Брокар, который многие из вас знают. К парфюмерному бренду относятся по-разному. Кто-то его любит, кто-то не очень, скажем так. Но он у меня есть, поэтому я его показываю здесь. Тем более, что он относится именно к бюджетным ароматам. И у меня будет две пары бракара. Первая пара из серии «Ароматы природы». Вот такие вот флакончики. И первый аромат, который я вам покажу, про который я буду говорить, пятью словами описывать, – это листья томата и чёрная смородина. Этот аромат у меня ассоциируется с Соней, Софией Фурмановой. Сонечка, привет, тебе огромное! Именно она его мне прислала. И это было первое знакомство с этим парфюмерным брендом. Итак, сладкий, слегка терпкий, нестойкий, интригующий рум-спрей. Чуть позже я объясню, почему рум-спрей. И его пара. Это аромат «Лесная земляника и полевые цветы». Этот аромат я искала. Я хотела познакомиться с ароматами, имеющими в себе ноту земляники. Именно земляники. И нашла вот этот вот, про который сейчас постараюсь очень вкратце рассказать. «Лесная земляничный, но химозный, плоский, ужасно оформлен рум-спрей». Почему ужасно оформлен? Потому что я его, во-первых, неплотно закрываю. Когда я его получила из интернет-магазина, я обнаружила, что он течёт. Я проверила всё, но флакончик был в целости и сохранности, продолжает быть. Но у него неправильно посажен вот этот вот пульверизатор. Я его уже разбирала, но обратно собрать. Такое ощущение, что он там длиннее спрей, чем вот эта вот крышечка, которая на спрее. И когда я надеваю полностью впритык вот эту крышку, он начинает прижиматься, и оттуда вытекает вода. То есть вот такой вот я заметила косяк конкретно за этим флаконом. Поэтому он у меня периодически бежит и всё благоухает. Сначала с земляникой, а потом это становится таким химозно-пластиковым. На старте это очень красиво, свежо, а дальше это уже превращается в что-то не очень красивое. Почему я охарактеризовала эти ароматы как ароматы ром-спрей? Потому что я в основном наношу их не на себя, а распыляю в комнате. При этом открываю окно. Почему? Можно и не открывать окно, вы не задохнётесь от этого аромата, но вот это сочетание свежего воздуха, особенно зимой, и вот в весеннюю пару. И вот этих ароматов оно смешивается и получается такой лёгкий, свежий и приятный аромат. Следующая пара – это тоже ароматы Добракар из серии ароматерапия. Смотрите, какие красивые. Вот этот аромат мне тоже присылала Соня, он называется горный мёд, а вот этот аромат я покупала сама, он называется пряный чай. И сейчас я тоже буду характеризовать их пятью словами, ну или пятью парами слов, как получится. Итак, вдыхаем. Медовый, релаксант, антидепрессант, сон и рум-спрей. Я думаю, что по-последнему вы уже поняли, почему это слово здесь, потому что этот аромат я перед сном распыляю в комнате или на подушку. Аромат пряный чай. Итак, пряности, а именно корица, пусть это будет одним словом, рум-спрей, натуральный, кензо и последний, ну как бы не очень нравится. Вот такая пара. Это действительно больше не чай, а именно пряности. Причём это гвоздика, корица, в основном это корица. Я корицу не очень люблю, в отличие от гвоздики. И именно вот эта нота корицы, как специи, она мне напоминает аромат от кензо, слоник, который у меня был, и с которым я, к сожалению, а может быть, к счастью, новой хозяйки, попрощалась, потому что пряности было для меня too much. Именно поэтому мне аромат и этот не очень нравится. но я его также распыляю в комнате при открытом окне, чтобы был свежий воздух и очень даже ничего он звучит. У меня даже сохранилась коробочка от него. Пусть будет, пусть будет, в комнате всегда должно вкусно пахнуть, почему бы нет, и ароматы брака с этим очень хорошо справляются. Следующая пара ароматов моя любимая. И я буду говорить об ароматах бренда Кати. Вот, это такие вот у меня красивые ароматы Эми Ро и сейчас подгляну Ванила Муск. Всегда сбываю либо Муск Ванила, либо Ванила Муск. Вот такие вот красавчики. С ароматом Эми Ро меня также познакомила София сначала в Атлеванте. Я его вдыхаю и погнали. Красивенный, обалденный, очень стойкий, шалимар, ретро красивая. этот аромат действительно похож на шалимар. Об этом много и часто говорю не только я, но и все, практически все парфюмерные любители, которые знакомы с шалимаром и с Кати, говорят даже, что Кати, Мироба, прародителем шалимар. Ну, это, знаете как, за что купила, зато продаю. Спорить, обсуждать это, я думаю, что не имеет смысла. Самое главное, что этот аромат, несмотря на то, что он очень дешевый, он может претендовать на то, чтобы звучать красиво, люксово, так же, как и шалимар от Герлен. Это по звучанию точно такой же красивый аромат. аромат старой школы, ретровый, шипровый, очень приятный. Ваниламуск. мускусный, сладкий, нежный, дешёвый и не так легко найти. Аромат, о котором я практически ничего не знала и нашла я его, причём не сразу и не так действительно легко, когда искала ароматы с нотой мускуса. Вы знаете, я не могу сказать, что он такой же сложный, такой же многогранный, как аромат Clure de Musque Серджи Лютана, но он для лёгкой весенней погоды может быть прекрасным компаньоном, поднимающим также настроение. Ваниламуск. Если вы любите слегка сладковатый мускусный аромат, приглядитесь к этому. И последняя пара, которая, честно говоря, меня удивила, это ароматы от новой зари. Показываю вам практически одинаковые флакончики, так, пять слов для аромата Кузнецкий мост или пять характеристик. Ретро, шипр, вкусный, дорого звучащий, как Шанель 19. Это действительно так. Покупала я его за 500 рублей. Он действительно похож на Шанель 19. На осень, а я покупала осенью, носила осень, звучит великолепно, особенно на улице Кузнецкий мост. Я считаю, что в моем парфюмерном гардеробе это мастхэв, хотя я ношу его не так часто. И, кстати, он, посмотрите, он похож чем-то на цвет жидкости амиро. И он также в этой группе ароматов, которые есть у меня. И стоят они рядышком на полочке. И последний аромат, который я вам хочу сегодня показать, для меня был. Вот я даже не знаю, как сказать. Сейчас попробую описать его в пяти словах, в пяти характеристиках. аромат называется «Я люблю». Аромат удивления, аромат якорь в прошлое, аромат связанный с Францией, аромат похожий на аромат Ланком, и это аромат похожий на Ля Ви Эбель. Внимание, Ля Ви Эбель. Аромат, о котором я говорила всегда, что фу-фу-фу, я его не люблю, я его физически не переношу, и у меня оказался в руках сейчас в моём парфюмерном гардеробе аромат, который как две капли воды похож на Ля Ви Эбель. Как это случилось? Всё очень просто. В неделю назад на выходных я поехала в Москву, чтобы посетить музей современного искусства МОМА, и гуляя в центре Москвы, я набрела на магазин Новой Зари. Я зашла туда, потому что внимание моё, привлёк угол с ароматами Красная Москва в разных вариациях, там было и мыло, и духи, и флаконы разные, и в объёме самом маленьком, и по 200 миллилитров, и дальше я начала разглядывать, что же вокруг-то есть ещё. Там было в основном на полочках одеколоны Паша, Саша, и вот я прям реально вернулась в детство в Советский Союз, потом я прошла дальше посмотреть, что ещё на полках стоят, и в основном стояли вот такие вот флакончики, но они были разного цвета, понятно, что там были разные названия, причём, что самое интересное, я начала их слушать, и мне они стали нравиться, там были флаконы с розовой жидкостью, честно, сейчас не помню даже как называются, с такой красивой мятной и с жёлтой, мне они все три понравились, причём, вы знаете, я сразу для себя провела ассоциацию, что эти флакошики похожи на ароматы Шанель, который о Тандр, о Вив, о Фреш, это было удивительно, Шанель Шанс, я имею в виду, и потом мне подвернулся под руку вот этот вот аромат, который зацепил сначала меня своим названием «Я люблю», причём он был вот в таком вот красивом оформлении, вот такая вот коробочка, я никогда не слышала про этот аромат, я его никогда не видела, я нанесла сразу его себе сюда на руку, потому что я всегда знаю, что так как он пахнет отсюда и как он пахнет на руке, вообще любой аромат, это небо и земля для моей кожи, вот он меня сразу в себя влюбил, поначалу это было что-то такое лёгкое, нежное, сладкое, и знаете, я просто, когда его вдохнула, я почувствовала, что я как будто нахожусь не в Москве, а нахожусь в Париже, во Франции, и я гуляю по этим улочкам, а ещё как раз в этот день уже в прошлую субботу светило солнышко, хоть и было так достаточно прохладно, и вот эта вот весна, и такое ощущение, знаете, такой лёгкости, какого-то авантюризма даже, романтики, потому что я люблю вот такие вот вылазки, когда я одна куда-то выезжаю, гуляю по городу, захожу в какие-то интересные места, слушаю ароматы, и мне он вот прям реально подсветил моё вот это вот настроение, вот этот вот какой-то, знаете, такое действительно лёгкое ощущение беззаботности и радости от того, что со мной происходит, и уже я его купила, я вышла из магазина, я гуляла, и мне так было хорошо, так на душе, и когда я уже через час оказалась в электричке, аромат всё ещё пах, вот я сейчас нюхаю, как будто тогда слушаю, и я, знаете, и мне мозг выдал такой, знаете, так тук-тук-тук, а ты знаешь, что это, на что это похоже, и это, нет, мне просто кайфово, это же похоже на ля вейбель, это тот аромат, который ты зафукала, и я сразу вспомнила свою прекрасную подписчицу, которая мне написала, дайте ему шанс, ля вейбелю, я это к чему, я к тому, что никогда не говори никогда, вот так вот чисто случайно, вот этот аромат мне напомнил о том ненавистном парфюме, который я не могла переносить, но который сейчас мне не кажется таким ужасным, мне кажется, он очень приятный, очень красивый, очень радостный, может быть, именно сейчас мой нос, мой мозг, моя душа требует вот именно такого аромата, а может быть я просто действительно скучаю по путешествиям, скучаю по Франции, по Парижу, по улочкам, Монмартра, ибо я люблю путешествовать, я люблю ароматы, я люблю украшения, я люблю вас, мои дорогие, спасибо вам за внимание, до новых историй, пока-пока! До новых встреч!